бей беги это сложный вопрос давайте его пропустим третий пункт мне нельзя разглашать я играю в игры всю жизнь играл в игры самого детства даже больше чем нужно для меня игра во-первых это хобби в игры я играл с детства раннего компьютерные игры мы имеют вообще выиграть и разная игра играю в игры играю конечно же по большей степени мне нравится жанр action наверное какие-нибудь стратегии родилки хоррора очень сильно люблю компьютерные да я помню не было пять лет и соседский парнишка принес дэнди и тогда мы стреляли уток это было так увлекательно но просто у нас сломался телевизор монитор ну как это кинескоп да всегда кинескоп и горели из этих по стрелушек этих но в основном это мобы и ммор пиджи в общем запретили ему приходить нам больше с этой приставкой в разные игры игры лет на раз трех уже выиграю в компьютерные игры и соответственно всю жизнь я провела вместе с ними поэтому как бы оно ни звучало повторюсь это часть моей жизни игра для меня это способ интересно провести время развлечься ну это интересно как бы игры это очень круто и нет принципе нравится творить рисовать соответственно как бы геймдэйв позволил мне совместить мое увлечение играми и рисованием и реализовывать себя в этой сфере очень хочу да ну и как-то и не думал для меня всегда геймдэйв было чем-то ну не для средних умов я думал это реально создавать мы 3d модели все это программирование и прочее то какие то очень избранные на людей этим занимается всю жизнь играл поэтому единственная дорога которая для меня была самое интересное это это игры да когда я узнал что игры можно делать они только играть в них япон что это то что мне нужно и только позрослев уже имея опыт большой в других другой сфере там бурнодобывающий а вот я и наткнулся так случайно на программу 3d моделирования и ну и все и понеслось все совпало так скажем почему геймдэйв мне с детства нравились игры и я решил что скорее всего моя карьера будет связана с игровой индустрией как пришла встретила свое время в одного геймдизайнера который предложил мне вести проект вместе с ним я думаю не только отечественного вообще мирового геймдэйва как бы это сфера очень развивается и ведома счастливое будущее мы все движемся на думаю будущее будет светлым все будет хорошо интересно но насколько быстро и скоро она наступит большой вопрос ну надеюсь что движемся мы только вперед а в целом ну наверное геймдэйв развивается как и в россии так и во всем мире в целом есть много хороших проектов которые уже были реализованы в россии российских именно проектов я так понимаю что планируется много хороших проектов по всему русского геймдэйва появились мы так что все будет хорошо хочется видеть его таким же активным как западный европейский вот и я думаю что мы потихонечку двигаемся в этом направлении то есть ну по крайней мере мобильных играх это ярко выражено а это творчество творческая составляющая это это коллектив это люди с которыми я встречаюсь общаюсь занимаясь этим вот и это перспективы на будущее ну как бы рост профессиональный возможность роста интересные команды интересные люди общение не тривиальное всегда новые темы новые идеи это возможность креативить то есть концепт-арт дает огромные возможности то есть придумывать разнообразные миры постоянное развитие вследствие чего возможность наверное реализовывать себя как специалиста развитие себя как специалиста еще очень важный фактор хорошая команда отличная команда и наверное все это первый пункт это это безграничный скажем так возможности это первый пункт 2 то что я умею это возможность рисовать то есть проявлять себя в качестве художника третий пункт мне нельзя разглашать это перспективно с точки зрения денег финансов до в этой индустрии можно хорошо заработать ну и третье это личное развитие то есть эта сфера наполняет личность развивает ее все все аспекты какие только может работать в классном коллективе то есть с классными людьми и ребятами которые могут творить очень клёвые вещи то есть когда вместе что-то делаем это изменяет наш мир полагаться не только на себя когда ну и рассчитывать как бы не рассчитывать обращаться за помощью их другим сотрудникам к своим коллегам за помощью это в предыдущей профессии я в основном на себя полагался надо подумать взаимодействие с остальными членами команды и вообще с отделами в целом то есть 3d с 2d я не знаю насколько сильно они могут друг другом работать насколько плотно не могут другом работать почему не ночью работа в компании что можно наверное положиться на других людей которые могут подхватить твою работу и выполнить ее на том же уровне а может даже лучше вот даже можно взять как пример sound design мы можем слушать музыку которую написали наши sound designer и на основе этого пытаться как-то не влиться в мир который мы создаем и делать что-то интересное это сложный вопрос фон это конечно же зависит от игры сон здоровье важнее компьютерные игры если игра интересно можно и пожертвовать немножко и сном сейчас у меня интересный этап в жизни я перестаю играть в игры постепенно все переходит в работу но раньше однозначно я предпочел бы игры будет что вспомнить никогда не останавливаться в развитии где мы там победа все отмучился все